МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Республика вошла в число регионов, которым поможет федеральное правительство. Нурсултан в Махачкалинском порту. Для чего казахстанский пограничный корабль прибыл в Дагестан, расскажем в выпуске. 600 сильнейших вольников страны, в том числе и женщины. В Каспийске стартовал чемпионат России по вольной борьбе. Не только 10 тысяч рублей, как сообщалось ранее. Мэрия Буйнакска разъяснила порядок оказания единовременной материальной помощи жителям города, чье имущество пострадало в результате недавней стихии. Сумма 10 тысяч полагается на каждого члена семьи за поврежденное жилое помещение. А вот в случае утраты имущества первой необходимости, власти будут выплачивать 50 тысяч рублей на человека и 100 тысяч за полную потерю собственности. Речь идет о мебели, бытовой технике и так далее. Более 35 миллионов рублей получит Дагестан на комплексное развитие сельских территорий. Соответствующее распоряжение подписал председатель правительства России Михаил Мишустин. Республика вошла в число 33 регионов страны, которым в этом году выделили суммарно более 4,5 миллиардов. За счет этих средств в селах планируют построить и отремонтировать культурные и социальные объекты, а также коммунальную инфраструктуру. В Махачкалинский порт прибыл корабль береговой охраны Казахстана «Нур-Султан». На причале встречали гостей пограничники Дагестана. Делегация пробудет в нашем регионе три дня. За это время между сторонами пройдет ряд встреч. Основным вопросом обсуждения будет безопасность акватории Каспийского моря. В планах также провести товарищеский матч по футболу между экипажами кораблей. Средняя цена на жертвенное животное в Дагестане – 11 тысяч рублей. В преддверии праздника Курбан-Байрам фонд «Инсан» готовится к принятию заявок на совершение праздничного жертвоприношения. Сделать это можно через сайт и приложение благотворительной организации. У нас открыты несколько площадок для оформления этих заявок. То есть могут позвонить по телефонам. Три телефона у нас выделены. Плюс на горячую линию, в которой работает колл-центр. Плюс у нас будут установлены ближе к празднику Курбан-Байрам палатки возле центральной джума мечети. И также возле других мечетей не только Махачкалы, но и всей республики. Совершить обряд можно также на святых землях, независимо от того, где находится человек, желающий совершить жертвоприношение. Сотрудники фонда работают в Мекке и могут все сделать по желанию заявителя. В этом году мы объявили сбор на приобретение жертвенных животных на святых землях в Мекке, где они будут заколоты за наших нуждающихся подопечных фонда, у кого нет возможности самим приобрести и совершить обряд жертвоприношения. В фонде напоминают, что при оформлении заявки через приложение «Инсан» сначала необходимо его обновить, иначе операция будет некорректной. Позади трудные экзамены. И сотни выпускников республиканских школ сейчас ищут подходящие для них вузы. Во многих образовательных организациях начали официальную работу приемные комиссии. Одними из первых в своей двери абитуриентам открыл и Дагестанский гуманитарный институт. Подробности далее в сюжете. Первые абитуриенты уже приходят, сдают документы, знакомятся с вузом. Есть выбор места обучения – ответственный и важный шаг. Мухаммад Амаров окончил ДГИ по направлению подготовки журналистика «Бакалавриат» и решил продолжить свое обучение в магистратуре. Я получил очень большой опыт, очень хорошие знания, большие компетенции в этом институте. И дальше решил продолжить обучение, потому что здесь очень хорошая среда для обучения. Здесь и преподаватели очень добрые, и есть технические средства для обучения. Также здесь очень хорошая компания, атмосфера среди студентов. Очень важно, когда есть среда, которая тебя мотивирует учиться дальше, где ты можешь развиваться, использовать различные средства для своего образования. И вот поэтому я решил воспользоваться возможностью поступить на магистратуру дальше, чтобы продолжить свое обучение и развиваться дальше. ДГИ – это молодой инновационный вуз, который получил поддержку как на региональном, так и на федеральном уровне. Руководцы вуза подчеркивают важность сочетания светского и религиозного образования. Вуз сегодня, я считаю, выполняет государственную миссию по безопасности, духовной безопасности. В отличие от других вузов, здесь дают два, по сути, образования совмещенные, то религиозное и светское образование, то, что нет в других вузах. Дальше вуз участвует в таких серьезных федеральных программах. Студенты трудоустраиваются после окончания. То, что, скажем, сегодня в других вузах нет, мы этим озабочены и пытаемся трудоустроить наших студентов. ДГИ реализует образовательные программы по следующим направлениям – теология, журналистика, экономика, бизнес-информатика, лингвистика. Отметим, что это единственный вуз в регионе, который выпускает квалифицированных специалистов в области теологии. Сегодня, 20 июня, стартует приемная комиссия. С 20 по 15 августа мы будем принимать очников. По 15 сентября мы будем принимать за очников. Добро пожаловать. Что касается документов, нужны будут следующие документы. Паспорт, снилс, 6 фотографий, 3 на 4. И ваш документ об образовании. Кто закончил 11 классов, результаты ЕГЭ мы здесь еще проверим. С этим проблем нет. А кто закончил колледж или институт, вы приносите диплом. И мы посмотрим, куда и на какое направление вы сможете к нам поступить. Добро пожаловать еще раз. Асиат Абдрахманова, Сейд Магомирзаев, Сейд Шагидов. Новости ННТ, Махачкала. И о спорте. В Каспийске стартовал чемпионат России по вольной борьбе. Главные внутрироссийские соревнования проходят в республике второй раз. В этом году на ковер Алиевского дворца спорта выйдут и женщины. Около 600 сильнейших вольников страны. 20 весовых категорий. Денежные премии победителям. И шанс поехать на чемпионат мира. О стартовом дне соревнований с места событий Курбан Рагимов. Зал, вмещающий около 5000 зрителей, заполнен под завязку. В ближайшие 5 дней Алиевский дворец спорта станет ареной настоящих спортивных баталий. Чемпионат России – это большой праздник для всех любителей вольной борьбы. И несмотря на отсутствие лидеров сборной России Абдул-Рашида Садулаева и Заурбека Седакова, болельщикам здесь будет на кого посмотреть. На ковре чемпион Токио Заур Угуев, призеры Олимпийских игр, чемпионы мира и Европы. Дагестан в новейшей истории принимает чемпионат страны во второй раз. После чемпионата Европы 2018 года, это, наверное, для нас борцовский праздник. Самый такой большой борцовский праздник. Хотя мы ежегодно проводим очень много мероприятий по борьбе, таких международных садов, как Алиалиевский. И сегодня, конечно, праздник борьбы для тех болельщиков, которые, я сказал, незаменимых для нас болельщиков. Этот чемпионат показало и собрало столько людей здесь. И я считаю, что полный зал. И давно такого не было. Это в дворце спорта. И сегодня приятно видеть, что люди приходят и могут посмотреть и болеть за своих любимых спортсменов. Смотрим на одном дыхании, потому что очень интересные схватки. Есть хорошее противостояние, которое всегда интересно смотреть. Зал полный. Организация тоже на высшем уровне. Видно, что молодежь на сегодняшний день наступает уже на пятки. Это радует, что есть смена поколения, есть преемственность. Поэтому даже нашим лидерам, которые на сегодняшний день, им уже сложнее. Видно, уже они подгоняют. Поэтому, я думаю, на этом чемпионате будут новые какие-то открытия. Всего заявились порядка 600 спортсменов. Из них 105 представляют сборную Дагестана. Хозяева Ковра намерены подтвердить свой класс. В первый день соревнований борцы оспаривают путевки в финал в категориях до 57, 65 и 70 килограммов. Пока все лидеры команды идут без поражений. Такой организации на других турнирах, столько зрителей, такой борьбы красивой. Все вместе, это очень замечательно и впечатляет. Вот, пожалуйста, слышите зрители. Я еще не видел, что столько зрителей где-то в других залах было. Полный зал. По спортсменам скажу, пока все лидеры у нас идут без поражений. Но сейчас ближе к полуфиналам. Финал уже они будут встречаться между собой. И уже начнутся, наверное, более такие принципиальные схватки. И кто-то уже будет проигрывать, наверное, кто-то будет выигрывать. Поэтому пока наши лидеры без поражений. И молодые ребята тоже идут нормально без поражений. Уникальность этих соревнований в том, что здесь также выступают и женщины. А на кону, помимо путевок на чемпионат мира, эксклюзивные чемпионские пояса и денежные премии в размере 250 тысяч рублей. Также наградят и других призеров. Финалисты первого дня соревнований станут известны сегодня ночью. А схватки за золотые медали в этих же весовых категориях пройдут уже завтра. Дурбан Рагимов, Нурмагмед Магомедов, телеканал ННТ, Каспийск. И на этом у меня все. С вами была Лария Анна Шемкалаева. Следите за нами также в соцсетях. Всего доброго и до скорых встреч в эфире.